В лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований идет монтаж бустера, а точнее бустерного синхротрона, одного из ускорителей коллайдерного комплекса НИКа. Расположенный в ерме синхрофазотрона, он должен разогнать до определенных скоростей пучки тяжелых ионов и передать их нуклотрону, а тот в свою очередь направит пучки в накопительное кольцо коллайдер. Пока коллайдер строится, бустер и вся цепочка ускорителей послужат уже реализуемому проекту BMTN. Здесь происходит монтаж бустера, магнитно-креостатной системы бустера, который заработает буквально через 3-4 месяца и летом мы планируем уже приступить к работам по запуску всех основных систем. Примерно полтора года назад мы с вами говорили о том, что запустили первый линейный ускоритель, первый ускоритель в цепочке ускорителей НИКа Каскада. Сегодня мы говорим о том, что мы начали уже к монтажу кольца бустера, который будет вторым элементом в этой цепочке. Этот шаг является одним из ключевых шагов на данный момент во всей программе НИКа, потому что после запуска кольца бустера мы сможем уже обеспечивать пучками тяжелых ионов, физическую программу, программу на установке BMTN. Бустер будет запущен уже в каскаде с нуклатроном, то есть будет уже три ускорителя в каскаде. Сначала тяжелоеный линок, потом бустер, потом нуклатрон и потом уже транспортировка пучка к эксперименту BMTN. Эксперимент BMTN, как вы знаете, является ключевым экспериментом в программе НИКа, который наравне с экспериментом МПД является флагманом вот всего проекта НИКа. Всего 88 магнитов разместятся в бустере. Их нужно установить с предельной точностью. Для этого приглашены специалисты-геодезисты. Используя в своей работе абсолютный лазерный трекер, координатно-измерительную систему, они выполняют высокоточные измерения. Так как здесь очень жесткие допуски, применяем современные технологии. То есть мы выполняем измерения координат магнитов относительно опорной сети. То есть, соответственно, сначала была создана опорная сеть бустера, она мониторилась в течение года. После этого, после мониторинга кольца бустера, мы задаем координаты всех магнитов в кольце бустера и начинаем юстировку каждого магнита отдельно. То есть, если посмотрите, то на бустере есть шесть координат точек, которые мы должны выставить в ноль. Лазерный трекер, он определяет положение горизонта с точностью 1 секунда и, соответственно, меряет дистанцию от трекера до точки. Существует теоретическая орбита, по которой должен идти пучок. Специалисты минимизируют отклонение магнитов относительно пучка. Им предстоят масштабные работы по юстировке магнитов сначала на бустере, а затем и в кольцах коллайдера, где магнитов будет в три раза больше. А на фабрике сверхпроводящих магнитов в лаборатории физики высоких энергий в процессе сборки и испытаний проводятся изменения характеристик поля каждого магнита. Такой тип сверхпроводящих магнитов называют нуклотрон. Они показали себя в работе на этом ускорителе. А для проекта НИКа магниты изготавливают аналогичные по конструкции, но модифицированные, с измененной конфигурацией, с улучшенными характеристиками. Сейчас мы производим монтаж бустера, устанавливаем магниты сверхпроводящие и проводим мистеровку этих магнитов. Сложности были на этапе проектирования, потому что это достаточно сложные системы. И сейчас это просто отработка тех решений конструкторских, которые были приняты некоторое время назад уже на самой установке. Естественно, что изначально эти решения были отработаны где-то на стороне, то есть это протестированные, проверенные вещи. Но сейчас уже пришло время, когда их нужно опробовать, и мы этим занимаемся. Сверхпроводящий магнит, он состоит из ерма, обмотки, трубчатой обмотки, то есть это отличие несколько от других типов магнитов. Здесь гелий циркулирует внутри трубки охлаждающего канала, на которой намотан сверхпроводящий титаниобовый сверхпроводник, сверхпроводящий кабель. Внутри этого магнита находится пучковая камера, непосредственно, где и циркулирует пучок. Есть изоляционный объем с экранами для снижения тепловой нагрузки на саму ермо и на саму обмотку. Начали заниматься монтажом бустера мы примерно полтора месяца назад, и сегодня вы видите, что большая часть магнитов уже стоит в кольце. Сегодня больше половины кольца смонтированы, и мы планируем в течение двух месяцев завершить полностью установку всех магнитных элементов в кольцо. В дальнейшем мы приступим к монтажу и запуску всех основных систем ускорителя, которые позволят нам приступить к пуску уже непосредственно установки и в дальнейшем к работе с пучком. Пока завершаются последние криогенные испытания элементов бустера, магниты один за другим занимают свое место в туннеле ускорителя. Также большая работа ведется по монтажу и созданию каналов транспортировки пучков от линейного ускорителя до бустера, от бустера до нуклатрона, ну и далее в коллайдер. Уже начаты серийные испытания магнитных элементов самого коллайдера. Почему мы говорим о каналах? Это тоже серьезные установки, можно сказать. Вот канал перевода пучков из нуклатрона в коллайдер, он включает 90 магнитных элементов. Это тоже большая работа, все их поставить на место, выровнять, включить, проверить их работу, проверить, что они дают необходимые характеристики. Также работа вместе с нашими друзьями, коллегами из Института ядерной физики имени Буткера ведется по созданию ускоряющих систем в коллайдере, по созданию систем электронного охлаждения. Ну и, конечно, еще большой фронт работы по другим системам коллайдера, которые мы тоже делаем в лаборатории в настоящее время. Ну и собираемся продолжить. Сергей Костромин рассказал о ходе работ по реализации проекта нуклатрон-Ника на 50-й сессии программно-консультативного комитета по физике частиц. О итоге второго совещания коллаборации экспериментов МПД и БМТН на комплексе Ника подвел вице-директор Объединенного института ядерных исследований, руководитель проекта Ника Владимир Кикелидзе. Консультативный комитет по физике частиц рассматривает все проекты наши в этой области. И, конечно, самый крупный проект Ника, поэтому он под пристальным вниманием комитета. И на каждой сессии смотрят отчет, согласуют, обсуждают проблемы те, которые возникают при реализации проекта, очень пристально и тщательно отслеживают график реализации этого проекта, планы. Конечно, важнейший момент, мы приходим к той уже стадии, когда без широкого международного сотрудничества дальнейшая реализация становится просто проблематичной. Так как это делается в Церни, вокруг каждого эксперимента, каждого уже проекта в рамках Ники, там несколько экспериментов, должна формироваться большая международная коллаборация. И это важно не только с точки зрения дополнительных ресурсов, которые каждая коллаборация привносит. Это очень важно с точки зрения интеллектуального вклада, потому что коллективы должны быть из разных институтов, с разным опытом, с разными знаниями, с широким спектром возможных задач и понимания, как их решить. Коллаборация такая уже формально создана. Реально она давно уже работает, но все формальные стороны вопроса были завершены в октябре. Избраны руководящие органы каждой из коллабораций. Если в коллаборацию Баренин-Дмитрия от Нуклатрона, на более маленький эксперимент, вошло чуть больше 220 человек из 10 стран и 19 институтов, то в НПД уже 465 человек из 32 институтов, представляющие те же 10 стран. Начинается новая эра исследований в области физики высоких энергий в Объединенном институте ядерных исследований. И НИКО, конечно, это главный проект для нас, который позволит нам выйти в совершенно новый уровень. Субтитры создавал DimaTorzok